Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». В январе в Москве традиционно проходят международные рождественские образовательные чтения, заключительный этап чтений, которые проводятся во множестве епархий Русской Православной Церкви. Нынешние 29-е по счету посвящены 800-летию со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского. Однако из-за пандемии Священный Синод решил перенести международные чтения на май. Седьмые областные рождественские образовательные чтения Челябинской митрополии прошли в конце ноября в онлайн-формате и также были посвящены великому князю Александру. О новом, необычном опыте проведения рождественских чтений нам рассказал митрополит Челябинский-Миаский Григорий. Чтения впервые в истории их прошли онлайн. То есть прошли без большого прямого участия людей. Этот формат был нами предусмотрен лишь с одной целью. Для того, чтобы не допустить новых заражений. Но тем не менее, я считаю, что наши чтения в этом году прошли на должном уровне. Само собой разумеется, они отличаются от чтений, которые проходили в предыдущие годы. Отличаются прежде всего формой. К нам прибыли гости, которые выступили и на дискуссионных площадках, выступили и с лекциями организована площадка для того, чтобы я смог ответить на вопросы православных челябинцев. Как я уже сказал, формат этой работы новый. Участвовало онлайн очень много людей, очень много заинтересованных людей. Я думаю, что в проведении следующих наших чтений и мероприятий подобного рода мы будем использовать этот опыт. Потому что он расширит нашу аудиторию даже тогда, когда пандемия, когда коронавирусная инфекция будет преодолена. И с помощью Божьей я считаю, что мы умножим наших слушателей, а через это, может быть, и умножим тех людей, которые, услышав о Христе, обратятся к Нему и придут в Святую Церковь, начнут жить правильной христианской духовной жизнью. Восемь веков отделяет нас от эпохи Александра Невского. Однако пример этого святого сегодня для нас как никогда актуален. В первую очередь, как урок важности веры в Бога и упования на Его помощь в делах государственного строительства и в частной жизни. Связывает прежде всего то, что это Великий Святой Православной Церкви, что это наш предок, что это наш национальный герой. Ныне он у престола Божия за нас молится. Он для нас пример, как нужно по-христиански преодолевать те трудности, которые на нашем жизненном пути встречаются. Я считаю, его пример актуален особенно для нас в наше непростое время, когда нужна мудрость, которую мы должны и спросить у Бога, и получить, как нам поступить в той или иной ситуации, связанной с нашим непростым временем. Но ни в коем случае нам не нужно опускать рук, нам нужно надеяться на Бога, нам нужно обращаться к Богу, молиться Ему, как это делал святой благоверный великий князь Александр Невский. И Он в этом для нас пример. И мы сейчас именно в этом должны Ему подражать. Ни в коем случае не унывать, не отчаиваться, а надеяться на Бога. А Он всемилостивый по молитвам нашего святого благоверного князя Александра Невского, нашего святого соотечественника, единоплеменника, обязательно нам поможет. 15 января после продолжительной болезни отошел ко Господу наместник Воскресенского мужского монастыря в поселке Иструть, егумен Сергий Ушаков. За несколько часов до смерти батюшка принял великую схему с именем Севастьян в честь преподобного исповедника Севастьяна Карагандинского, которого он особенно почитал и к мощам которого неоднократно совершал паломничество. По завещанию почившего он был погребен на кладбище села Романовка Саткинского района. Даруй Господи Царствие Небесное и вечный покой новопредставленному с егуменом Севастьяну. Будущий пастырь Александр Владимирович Ушаков родился в 1957 году в одном из сел Красноярского края. Был крещен во младенчестве в Петропавловском храме города Коркино. Обучался в училище по специальности арматурщик-сварщик. Служил в армии. Работал электриком в больнице. С 1981 года нес послушание псаломщика в Коркинском Петропавловском храме. В 1984 году настоятелем храма пострижен выночество. В 1992 году пострижен в монашество епископом Челябинским и Златоустовским Георгием с наречением имени Сергий, честь преподобного Сергия Радонежского. В 1990 году владыка Георгий рукоположил отца Сергия в Сан-Иэродьякона, а в 1992 в Сан-Иэромонаха. Менее чем через год отец Сергий решением Священного Синода Русской Православной Церкви утверждается в должности наместника Святого Скресенского монастыря деревни Иструть Саткинского района. Он также окормляет Никольский храм в поселке Бердяуш. В 1999 году отец Сергий был возведен в Сан-Игумена. В 2012 году наша съемочная группа побывала в Свято-Воскресенском монастыре. Шел Петров пост, и увидев наши изможденные лица, Игумен Сергий тут же благословил нам вкушать деревенский творог со сметаной, не пожелав слушать возражений. Правда, давать интервью на камеру наотрез отказался, так как считал телевидение большим искушением для верующих. На другой день, в пятницу, трапеза была уже строго постной. Зато батюшка все-таки решил дать нам интервью, как православному телевидению. Принес Богу покаяние в душе, в клетке сердца своего. И Бог, значит, видит, когда он все светит, значит, сам, он наш принимает покаяние, что нечего человека, чтобы жил был, не согрешит. Вот, и чтобы прожить в этом мире, значит, требуется, значит, сам, всегда, значит, наблюдать над собой, значит. Посвятил в тонкости монашеского делания, показал хозяйство, рассказал о планах, в том числе о намерении возродить главный храм обители, который в советское время использовали как дом для душевнобольных. Очень добрым, чутким и понимающим оказался игумен Сергий. Мы были у него в гостях менее суток, однако успели его сердечно полюбить и расставались с сожалением. На память он подарил нам по образку песчанской Божьей Матери, вечная ему память и упокоение в небесных обителях. Первыми словами проповеди Спасителя, по свидетельству евангелиста апостола Матфея, были слова «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». С тех пор ученики Иисуса Христа несут в мир слово истины и любви. «Единственная цель церковной проповеди – содействие верующим в достижении ими вечного спасения через устроение земной жизни соответственно евангельскому учению», писал в 1907 году священник Дмитрий Рождественский, говоря об осовременивающих проповедь приемах у Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златовуста. Сегодня поговорим о проповеди и мы. Попробуем разобраться, какой должна быть проповедь, чтобы трогать сердца, облагораживать души и направлять человека на путь спасения, и какой проповедь ни в коем случае быть не должна, что лишает ее силы и превращает в нечто противоположное по своим целям и задачам. Богословы иногда сравнивают проповедь с Евангелием, ведь и она несет в себе благую весть о Христе. Такая проповедь всегда актуальна. Конечно, проповедь должна быть современна. А ведь Евангелие – главная тема проповеди. Она всегда актуальна и всегда современна. И Иисус Христос и вчера, и сегодня – один и тот же. Бог – Спаситель. Христос – Спаситель. Главная тема христианской проповеди. Главная тема тех обращений, слов, которые звучат из уст священнослужителей в православных храмах. Самая главная актуальность проповеди – да Христос. И он вневременный. И как бы мы с вами не искали современные какие-то темы для повествования, для проповеди, мы должны понимать, что проповедь – это свидетельство о Христе Воскресшем. Проповедь должна быть доступна. Речь проповедника не должна быть усложнена, перегружена непонятными для большинства богословскими терминами. Ведь иначе она не дойдет до сердца слушателя, не вызовет отклика, сопереживания. Всякая проповедь должна быть с любовью к Богу прежде всего. И она должна нести в себе то учение, которое доступно для понимания каждого. – Нужно говорить проще. Говорить о том, что понятно простому человеку. Не богословским языком, как-то многие бывают, какие-то слова говорят, что люди и не понимают, о чем речь идет. Говорить надо всегда попроще и обязательно, не уходя от самого главного – от учения Господа нашего Иисуса Христа. Ибо, когда мы с вами читаем Евангелие, то текст евангельский является сам по себе поучительным. И вот его истолковать просто, чтобы было понятно тем, кто сейчас находится на богослужении, – это главная задача. Пастор не только свидетельствует, собственно, о Христе, но он еще рассказывает, повествует о том, как со Христом жить. Говорить языком, который будет, с одной стороны, тем древним языком, с опорой на те древние и вечные истины, а с другой стороны, языком не осовремененным, но современным. То есть в реалиях современного мира, в действительности, мы же говорим еще об адекватности проповеди. Если эта проповедь будет слишком возвышена, или это будет проповедь слишком древняя, научно-философская, или глубоко, красиво-религиозная, она может быть не понята современным человеком. Поэтому проповедь должна быть понятной. Проповедь, звучащая в храме, содержит вневременное, неизменное, истинный Слово Божие. Но есть в ней и другой элемент, изменяющийся. И он в значительной степени зависит от обстоятельств времени и от личности проповедника. Это, согласно Гомилетике, науке о проповеди и делает ее современной. Проповедь должна быть и современной, и вневременной. Так и церковь устроена, богочеловеческий организм, в котором есть и земное, текущее, приходящее, изменяющееся. А есть небесное, то, что не изменяется никогда и никоим образом. Она может быть актуальной и с точки зрения современных событий, на злобу дня. Она и должна быть как бы таковой. Но она может быть актуальной и с точки зрения вечности. Жизнь ставит перед человеком такие вопросы, на которые нет буквального ответа в Евангелии. Ответ нужно найти, правильно применив дух евангельского учения, к той или иной ситуации. Современность проповеди – важнейшее условие ее действенности. Если проповедник безучастен к нуждам своего времени, своей аудитории, его слова не достигнут цели, будут восприняты равнодушно. Иоанн Златоуст писал, священник должен знать все житейское, не менее обращающихся в мире, и быть свободным от всего более монахов, живущих в горах. Это значит, что для успеха проповеди важна подготовка. Проповедь – это неотъемлемая часть богослужения. Как правило, она связана с теми или иными событиями, которые церковь празднует. Она часто бывает посвящена и отрывку из священного писания, который читается за богослужением. К проповеди каждый священник должен готовиться. Готовиться в течение нескольких дней, понимая, что это ответственная часть его служения. Проповедь – это прямая обязанность священнослужителя. Но мы не должны забывать ни в коем случае о том, что каждый православный христианин призывается к тому, чтобы тоже быть свидетелем Христовым и проповедовать Слово Божие. Проповедовать и словами находить необходимые слова, убедительные слова для тех, кто его слушает, к кому он обращается. А также не забывать о проповеди самой своей жизнью. Потому что проповедью часто служит жизненный пример, жизненный поступок того или иного человека. Мы, христиане, призываемся Богом к тому, чтобы быть солью земли и светом мира. Мы призываемся Богом к тому, чтобы сами, утвердившись в истине Христовой, эту истину до других людей, которые еще пока далеки от нашей веры, донести и помочь человеку вступить на путь, который приведет его к Богу. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова